Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала Кузбасский Ковчег. Сегодня в программе документальный фильм «Следопыты, скауты, разведчики». Когда 400 детей собираются в один палаточный лагерь, неизвестно, что из этого может получиться. Одно все знали точно – название – «Сибирская джамбари». Джамбари у индейцев означало экстренный сбор всех племен. С начала XX века некоторые дети в разных странах переняли древний обычай. Иные из них называют себя следопытами, иные – скаутами, иные – разведчиками. Но все дают одно торжественное обещание – служить Богу, Родине и ближним. Ученик Юргинской средней школы Виктор Корзаков. Патрульные отряды имени святого старца Феодора Томского. В свое время увлекался паркуром, бегал по крышам. Потом понял, что каменные джунгли Кузнецкого-Латау еще круче. В этом году сдал на третий взрослый по туризму. Пока еще не знает, что ему единственному из всех участников джамбари придется выполнить важную, но опасную миссию в предстоящем горном походе. Сибирская сказка была подготовкой ко второй части джамбари – многодневному походу в горах Кузнецкого-Латау с восхождением на одной из самых высоких местных вершин – пик Моисеева. Выдержать испытания смогут лишь физически крепкие ребята, привыкшие к выживанию в дикой природе. КОНЕЦ На занятиях по туризму опытный патруль Виктора не узнал почти ничего нового, но повторить важное перед трудным походом не помешает. Кстати, интересно, почему свой отряд ребята из Юрги назвали именем Святого Томской земли? Наш отряд носит имя Святого Праведного Старца Федора Томского, потому что он жил рядом с нашей землей, и поэтому мы решили, нам даже батюшка посоветовал ему молиться, и вот мы решили ему молиться. Учебный лагерь, в котором мы были, нам очень помог подготовиться к джамбре по приготовке пищи, по туризму и по православию, и по всему остальному. Вообще, чтобы получить третий разряд, нужно вначале сдать, у нас есть такой зачетный лист с двух сторон, его нужно сдать там криведенье, родиноведенье, когда сдашь, закрепить тремя специальностями. Я сдавал в специальности рыболов, велосипедист и проводник. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через два на ней цветы и трава, через три она снова жива. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Первая часть сибирского джамбре завершена. Наши герои достаточно подготовлены, нагружены не только знаниями, но и калориями. Испытания второй части джамбре начались с первого дня, а точнее ночи, когда ребятам пришлось вставать в 4 утра, чтобы успеть на электричку в Новокузнецк. Те, кто ходят в походы в районе Поднебесных Зубьев, обычно едут на электричке от Междуреченска и высаживаются на станции Лужба, а дальше на лодке через реку. Томь в этих местах бурная, порожистая и очень холодная. Ребята, а сейчас туда переходите. Туристский приют Кузбасский. Отсюда до следующей ночевки предстояло пройти около 15 километров. Вроде немного, но впереди крутые подъемы и спуски, переправы вброд через студеные реки и капризная погода. Всего же Большое Кольцо Похода протянулось на более чем 100 километров. А еще восхождение на пик Моисеева. Чтобы преодолеть все возможные препятствия, вновь звучат молитвы. Отче наш, иже истина небесе, да светится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яка на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дарит. Что такое Кузнецкий Алатау в августе? Он становится дождливым Алатау. Туристские тропы, которые без того часто проходят по болотам, вовсе раскисают. Вместо твердой земли, под ногами, каша из глины и воды. Приходится идти или в сапогах, или в кедах, которые как быстро намокают, так же быстро и сохнут. Надо на другую выходить тропу. Где другая тропа? Вот она. Сюда идешь, ввозь на эту тропу. По тропе идешь дальше. По небу, по реке. Под вечер, несмотря на усталость, надо найти место для ночлега и успеть установить палатки. Но самое главное – успеть поужинать. Андрей Гречушников – следопыт дружины Юрга. Любимое занятие в свободное время – рыбалка. Дедушка научил Андрея всем тонкостям охоты на рыб. Хотя в горных реках и озерах Кузнецкого-Латау водится легендарный хариус, но нашему рыбаку не придется посидеть с удочкой. Его рюкзак с вещами и рыболовными снастями по ошибке уехал в Юргу с другим следопытом. Но Андрей решил все же идти в поход. У меня нет третьего разряда, я плохо себя веду. И еще не заслужил. А что плохо себя ведешь? Почему? Получается. Почему? Не знаю. Я надеюсь, что себя буду лучше вести и получу третий разряда. Раз! Прости меня! Прости меня! Прости меня! Прости меня! Ну вообще, Андрей, я думаю, тебе так ведет, чтобы привлечь к себе внимание. Ну вообще, он может помогать другим людям. Вот когда мы штаб делали, он себя в городе, он почти что на каждый сбор ходил, чтобы красили, обои клеили, плитку клеили. Ну вообще, он может, если захочет. Субтитры создавал DimaTorzok Тихо, Андрей, тебе не надо прыгать. Ты поскользнешься, можешь ударить. Тихо, Андрей, тебе не надо прыгать. Наконец, дошли до крайней точки Большого кольца, приюта Тайжесу. Дальше путь пойдет уже обратно. Отсюда, до горы Моисеева, вместе с подъемом и спуском около 40 километров. Смогут ли порядком уставшие ребята одолеть эти километры по крутым склонам и камням Курума? На совещании руководителей было решено отправить на пик только наиболее выносливого представителя скаутов вместе с проводником. Миссию решили возложить на патрульного дружины Юрга Виктора Корзакова. Остальным взобраться на гору Двуглавую высотой почти 2 километра над уровнем моря. А на меньше пика Моисеева всего на 20 метров. Мы следопыты наш удел, ни дня не жить без добрых дел. Будь готов, разведчик, делу честному! По традиции пишем послание для тех, кто еще заберется сюда после нас. Послание обычно хранится внутри тура, пирамиды из камней. Вот она, гора Моисеева, на которую сейчас поднимается скаут из Юрги с проводником. Названа в честь Виктора Моисеева, корреспондента газеты «Кузбасс», краеведа, путешественника, писателя. Свои рассказы, очерки, книги он часто посвящал природе, которую любил всей душой. Ну, сложно было. Мы сначала, когда поднялись на Двуглавую гору, мы думали спустимся по Седловине. И там как бы не получилось, потому что склон был резкий. Ну, мы тогда поднялись на самую вершину и пошли по хребту. Ну, как бы я рад, что все-таки залез. Мне это нравится. На обратном пути, познакомившись с удивительным болотом, на одной из кедровых стоянок Виктор организовал свой пресс-центр. После обжига и прессования банки можно закапывать в землю. Они быстро и склеют, не причинив никакого вреда природе. Сегодня один из самых сложных дней, когда предстояло пройти от кедровой стоянки через перевал Озерный между малым и большим зубьями. Сил хватило только на то, чтобы поставить палатки и приготовить ужин. Обратно идти веселей и быстрей. Хотя на приют Снежный Барс, где стоит часовня, дошли все мокрые с головы до пят. Дождь не только не дал просушиться, но и пытался разогнать тех, кто на следующий день пришел рано утром на исповедь. Начиналась литургия. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святой Божий, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, О, Милый Нас! Святый Боже, Святый Боже, Святый Бессмертный, О, Милый Нас! Святый Боже, Святый Боже, Святый Боже, Святый Бессмертный, О, Милый Нас! Святый Боже, Святый Боже, Святый Бессмертный, О, Милый Нас! Взяли Иисуса и повели и неся крест свой, Он зашел на место называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его, и с ним двух других По ту и по другую сторону, а посреди Иисуса Я дача торжественного обещания вызывается Шаг вперед! Знамени шагом марш! Честным словом обещаю Честным словом обещаю По мере своих сил По мере своих сил Исполнять свой долг Перед Богом Родиной и ближней И выполнять законы православных следопытов Кругом Следопыт будь готов Всегда готов Будьте готовы Всегда готовы за Россию! Напоследок остается сказать несколько слов Виктор Виктор взобрался на пик Моисеева Но решил на следующий год Покорить самую высокую вершину Кузнецкого Латаву Гору Старая Крепость Андрей все-таки заслужил галстук Но собирается сдавать на третий разряд И организовать свой патруль Заслужил себя галстук Хорошо начал вести Прошел поход Отлично Все так нормально А за чрезвычайное происшествие Во время приезда владыки Аристарха Батюшку Сергия Семикова Конечно не уволили с работы А напротив решили вручить медаль И отец Сергий понял Что этот поход Опять не последний в его жизни Субтитры сделал DimaTorzok Боже дай Боже дай Чтобы завтра Чтобы завтра Мы были лучше Мы были лучше Чем сегодня Чем сегодня Уважаемые телезрители Ждем вас на страницах нашего тележурнала Ровно через неделю Всего доброго Редактор субтитров А.Семкин